Друзья, всем привет! У нас в гостях, или, не знаю, может быть, мы у него в гостях. В общем, у нас сегодня интервью с Алексеем Молчановым. Мы находимся на Байкале, прошли соревнования по нырянию под лёд. Вот, Алексей установил новый рекорд по нырянию под лёд. Лёш, ты нырнул 90 метров. Моноласте. Моноласте, да. Как тебе? Мне понравилось. Каждый раз с новыми соревнованиями под лёдными. И отрабатывается техника, и снаряжение, и процедуры, тёплая вода, заливка тёплой воды. Поэтому, в принципе, комфортно. Если снаряжение хорошее, есть термосы с тёплой водой, то достаточно комфортно получается. Сильно отличается от тёплой воды? Я бы сказал, что немножко ограничение больше в костюме. То есть, тяжелее вытягиваться, тяжелее расслабиваться. То есть, костюм толще. Это да. Нужно больше усилий, меньше чувства ласты, потому что носки толстые. То есть, если всё поводит голыми ногами, когда чувствуешь ласты, то эффективность выше. То есть, эффективность ниже, снаряжение более громоздкое, снаряжение выше. Ну, в нюансах есть. Ты набирается в сумме такая... На носок одеваешь? На носок одевать, да. А если наоборот, на голову ногу и гаммаж сверху? Так можно, но на носок как-то потеплее. Это твой второй рекорд. Здесь, на Байкале, по нырянию под лёд. Было 80, сейчас 90. Ещё на Белом море, да? На Белом море 85, да. Постепенно по 5 метров приближаемся. Как ты любишь. Да, да. Постепенно. Да. Зачем ты вообще всё это делаешь? Именно ныряешь под лёд? Ну, это же не какие-то соревнования, это не чемпионат мира. Ну, что тебя вообще мотивирует и в чём интерес? Интерес, я думаю, просто в освоении других условий, потому что летний сезон обычно начинается в мае, может быть, июне, юле, август, сентябре. Такой основной сезон летних соревнований. И зимой просто интересно сделать что-то другое, что-то отличное, что-то интересное. Не обязательно нужно с целью поставить рекорды, а просто с целью показать, что есть возможность заниматься передалеком зимой и наветь под лёд. И даже соревноваться. В России. Ну, да. Никуда не ехать. Да, в России никуда не ехать, это удобно, хорошо. То есть можно просто в межсезонье, пока отдыхаешь, можно сделать какую-то полезную даже подготовку. Всё равно эти погружения, они психологически помогают потом настроиться лучше в тёплой воде нырять. Да. То есть такая подготовка, какая-то тренировка хорошая. Как-то повесить тоже. То есть тест. У меня, если говорить вот про мои нырки, я здесь нырял три дня. И первый и третий день – это как небо и земля. Первый день прям всё сумбурно, толстая перчатка, как набрать мало сил, непонятно. Ну, то есть куча всяких отвлекающих факторов. А уже третий день сегодня классно получилось. Наслабиться, и фрикол был хороший. Да, то есть даже с перчаткой, допустим, я в маске ныряю, можно в зажим нырять. То есть некоторые уже настолько адаптируются, что нырять в зажиме. Ну, как бы, я не люблю, когда вот у меня вот эта область. Я пробовал в полумаске нырять, ну, с тёплой водой заливать. Но всё равно вот, когда скулы открыты, ну, как-то я себя прям сразу плохо чувствую. Ну, полумаска мне понравилась. У меня хорошо работала полумаска. Я больше нырял в Кабардино-Балкарии на Голубом озере. Там хорошо работала. Ну, тут, в принципе, в маске. Просто было интересно ещё попробоваться в маске, то есть 90 метров сделать. И у меня получается, что я сжимаю пальцами нос, а вот этим пальцами держу губы, потому что из-за холода тяжело удержать мою спину. Да, да, да. Я так придерживаю, получается. У меня прям каждую продувку я... Теряющий воздух. Ну, поэтому получается вот такая техника придерживания рукой и моего спила. Прикольно. Лайфхак. Так работает, да. Давай поговорим о действительно глубоком нырянии. В 22-м году ты пропустил все соревнования, по-моему, глубинные, да? Ну, поступало, да. Мы скучали, конечно. Вот. А в 23-м году ты всем показал, кто чемпион настоящий. И практически во всех дисциплинах установил новые абсолютные рекорды по нырянию в глубину. Это и Мома Ласта 136 метров, и Разноги 124 метра, Преймершн 133 метра, Брас 100 метров. По Кмасу. По Кмасу, да. И переменный еще был в начале его сезона 156, но это не спортивно, да. Но все равно 156 метров круглая. Считаю, у тебя были три таких соревнования. Это и Багамы, и Кондураса, и Лимассол. Лимассол. Еще были промежуточные соревнования небольшие. Были соревнования в Ницце. Французский национальный чемпионат. Были соревнования на Филиппинах. У Тиба на острове Камото. Ты, похоже, тоже соскучился, да? Ну, то, что в 22-м году не нырял. Там была задача, там у нас снимался документальный фильм, и поэтому пришлось больше соревнований, чем я планировал. Из-за фильма тоже. Как тебе вообще прошлый сезон, 23-го года? Все ли удалось? Что планировал? Что хотел сделать? Ну, кроме Браса, 103, все удалось. То есть в этом плане сезон был классный, интересный. Много было и положительного, и какие-то были... И драматичные. И драматичные, да. То есть в Браса-103 у меня, конечно, была цель, но на Багамах не получилось. Только получилось в Гондурасе 100 метров, но зато условия посложнее. То есть в плане сравнивая с Багамами и Гондурас, то в Гондурасе менее защищенный водоем. Там все-таки есть и небольшие течения, то есть это мешает. Твой нырок с Брасом, мне кажется, это самый, знаешь, волнительный, ну, как бы для нас был нырок. Ну, мы, конечно, все смотрели эти соревнования. На которые был до еще, что я смотрел. Ну, да, да, да. Сейчас был в 5, потом был. Да. Ну, то есть планы, короче говоря, в 24-м все-таки побить. Продолжать Браса, да. Трубриджа. Да, да. А то долго этот рекорд держится. Ну, по-моему, уже лет 7, наверное, или 8. Будешь пробовать на Багамах? Я не знаю, если будут Багамы, потому что сейчас пока новостей нету. В этом сезоне, возможно, будут не Багамы, а больше серомания других. Пока дат нет, не объявляли, поэтому ждем чемпионата мира. Во Франции будет чемпионат мира в Паиде. В сентябре уже доходы дешевле. Будешь делать еще другие даты. Слушай, ну, вот долгое время твои рекорды, которые ты устанавливал до этого, были, скажем так, ну, практически в недосягаемости от других спортсменов. Вот. Часто ты просто устанавливал свой новый рекорд, а сейчас все-таки ситуация меняется, и появляются новые, да, там, спортсмены, которые, ну, буквально там на пятки наступают и наш Андрей Матвиенко, 134 метра нырнул в Монласте, и, ну, там, разные другие иностранные, да, спортсмены. Вот. Как ты к этому относишься? Тебя это мотивирует, стимулирует, или, наоборот, немножко переживаешь, там? Не, на самом деле всегда были спортсмены, которые в некоторых дисциплинах были совершенно близко. Ну, если это опять же Деласты, то, допустим, Деластам рекорд был сначала первые 107, 108, и так постепенно-постепенно мы рекорды обменивали с рекордами Сорно, с французским спортсменом. В Ноласте даже с самого начала вот я делал с 25 рекорд мира там Диом был близко достаточно всегда и вот мы с ним практически метрик по другу были, у меня было с 27, у него было с 26, с 28 у меня, потом пытался сделать с 29, поэтому, в принципе, это нормальная ситуация, абсолютно нормальная и сейчас больше спортсменов в разных дисциплинах и в Ноласте вот есть и Андрей, есть и Дальянец Дэвида, Давида и есть то же самое Орно, который подбирается уже с 130 тоже, поэтому это абсолютно нормальная ситуация и в других дисциплинах и в РАС, и подрос в руках есть спортсмены просто в основном спортсмены все связаются на одной дисциплине и мне в этом плане просто сложнее делать все четыре дисциплины соревновательные поэтому, в какой-то момент может быть мне будет уже сложно все четыре убить я сфокусируюсь на двух любимых, например вот, в общем, ситуация абсолютно нормальная так всегда было тоже были какие-то периоды почему-то, когда у них сложно подобраться по новости я просто фокусировался на других дисциплинах, меньше поднимал рекорд на власти, хотя мог, и вот и все. То есть в этом плане наступает опять-таки да, но у меня запас очень большой по рекорд на власти, по дисциплинам, поэтому в общем-то меня это никак не волнует. Да, есть такая, я не знаю, там байка, не байка, как это назвать, мнение, что в целом ты и сейчас, и какое-то время назад мог глубже нырять в разных дисциплинах, но это осознанно не делаешь, потому что зачем, так и есть. Я просто уделял больше внимания тем дисциплинам, в которых мне надо было добавить метров, я мог нырять глубже на власти и в биластах, например, но мне было интересно развить брас, поэтому да, поэтому я мог нырять глубже, если бы и уделил больше времени, так вот сразу, все равно на тренировке я не нырял больше, то есть не было таких тренировок, где бы я нырял 140-150, но если бы я уделил этому время, допустим, то я бы, естественно, нырнул, но у меня просто была возможность, из-за того, что я ждал соперников, у меня была возможность развиваться, сфокусироваться на брасе. А какие твои любимые дисциплины? Ну, любимый это Моноласта, самая такая, я думаю, Моноласта, Беласта сейчас тоже нравится очень, поэтому, ну, все связано с ластами, я думаю, Беласта и Моноласта самые такие интересные. Брас интересный, но не такой любимый, все-таки там это достаточно такая тяжелая физическая работа, то есть по глубине это не так интересно, там нет такого челленджа по глубине, то есть это не прям не при глубину, это больше именно про там настроение техники, работу физическую, то есть про это. То есть, например, фридайвинг, это такая дисциплина менее, что ли, фридайверская, она такая больше спортивная, полцовская, то есть там надо прямо плавать, ну, наплавывать в объем, улучшать технику, вот, по глубине это Моноласта, это самое глубокое получается. Мы тебя давно не видели в бассейне и тоже в какой-то степени скучаем по тебе. Ну, это специфика, опять-таки, да, бассейн все-таки требует. Планируешь вообще туда заходить иногда или нет? Это не особо, не особо, потому что все-таки бассейн требует... Работы? Он требует большего регулярности в бассейных тренировках, то есть, когда готовят к глубине, у меня есть возможность более гибко планировать и прыгок на суше, и зал, и глубину, допустим, чередуя, если даже в путешествиях, если у меня есть перелеты, есть какие-то недели, допустим, в бассейне, какие-то недели на море, то есть это все хорошо работает на развитие глубины, если задача выступить на церковном бассейне, то там нужно больше находиться в городе, то есть путешествия они сильно отбрасывают, то есть если планируют, то нужно прямо сидеть в одном месте, ходить в бассейн постоянно, никуда не ездить, ну или постараться везде устраивать бассейн, то есть, в принципе, это возможно, но достаточно сложно вот эту логистику настроить, потому что мне меньше это нравится, поэтому я это не очень стараюсь делать. Конечно, если постараться, наверное, можно это все делать, но так как у меня много перелетов постоянно, то вот я там в каждом месте не всегда могу, мне проще сорганизоваться по глубинным тренировкам, чем по бассейнам, не везде вот, куда я прилетаю, есть такие клубы какие-то бассейны, поэтому, ну и это, наверное, в том, что самая большая причина – это все-таки желание, то есть в этом плане бассейны меня меньше, наверное, уже так вдохновляют, потому что я много занимался именно в начале, когда начало карьеры было, 2004 год, вот в 2008 году был первый рекорд мира в бассейне, 250 метров в динамике мануласти, и потом, в 2012-2013 год я уже переключился на глубину, то есть я уже 8-9 лет занимался фридаймингом и выступал больше в бассейне, занимал призывами стать чемпионат мира в бассейне, потом просто глубина меня как-то больше вдохновила, поэтому посмотрим, то есть у меня, в принципе, получалось в бассейне показывать результат, выигрывать чемпионат России практически без долгих тренировок, 250 плюс, получалось, поэтому посмотрим, сейчас уже скоро апрель, я про это и спрашиваю. Поехать мне придется, мне выступать надо, потому что это часть нашей отборочной системы, поэтому я выступать буду, но просто насколько я серьезно буду готовиться – вопрос. – Вот чтобы отобраться? – Всегда задача была просто отобраться, да. – В глубине кого ты считаешь своими, скажем так, самыми сильными соперниками? – Все, которые сейчас выступают близко ко мне, то есть это Андрей и француз Дэви Дэ, да, и Арно, ну он и Дэваста, получается, мы с ним друг друга рекорды убираем, и по моноласте он с большим запасом ныряет, то есть в принципе он, я думаю, 130 плюс, те же самые с 30-35, он сможет нырять, если он сфокусируется год, то он будет нырять на уровне всех соперников. И в Беластах, в принципе, Авдель, есть такой француз, тоже интересно, тоже хороший глубоко ныряет. Питер – плакать. – Да, он национальный плачет, когда проигрывает, когда выигрывает сюда. Вот. Потом, ну, Брас – неплохие результаты хорошие у Питера, сейчас их допустили после прошлой истории всех, потом в этом году они будут участвовать. – По фреберушкам тоже Питер выступает. – По Брасу еще раньше были французы тоже сильные, сейчас они меньше выступают, там Морган хорошо нырял, тоже 90 плюс. Уильям сейчас по Брасу достаточно давно уже не нырял в диапазоне 90 плюс, поэтому, наверное, уже, ну, скорее всего, он не будет так нырять. Хотя, вдруг, может, и будет. Посмотрим. – Вот интересно, на самом деле, про Трубриджа, просто на его примере. Ну, как бы, это наглядно видно и интересный вопрос, мне кажется. То есть, вот он установил рекорд 103 метра достаточно давно, он не бросил фридайвинг, он продолжает нырять на соревнованиях, ну, тот же Брас, но он не может свой рекорд улучшить. – Чему? – Как будто бы, ну, такой пик карьеры его прошел, и он просто не знает, может быть, даже методично, как решить проблему, потому что, ну, если бы знал, он бы нырял так же или лучше, а так, получается, ухудшает результаты. У него всегда есть какие-то мысли по поводу, там, почему это не получается, но уже это статистика такая, то есть, раз в раз, все хуже и хуже. Шанс всегда остается, что он может сделать какой-то отскок, вернется, но пока у него это плохо получается. Тут, я думаю, просто он, там, не очень понимает действительно причину своих проблем. Как у него получилось, какие-то года, когда он был на пике это сделал, сейчас уже глубоко разбираться в кореневой причине, получается, не докапывает. Всегда какие-то, ну, все надо глубоко разбираться, смотреть и фундаментально решать свои какие-то недостатки, да, недостатки, и с ними работать долго, получается. Может, такие есть иллюзии такие, да, там сработал, получился результат, и он с этим же подходом остался. А подходы всегда меняются. То есть, не то, что работал в один момент, а в этот, в другой момент уже, все равно, адаптировать, менять, и плотовка может меняться. То есть, если только одна и та же постоянно, да, то это уже плохо работает. Я вот занимаюсь фридайвингом с 2010 года, и за этот период времени фридайвинг здорово, ну, как бы, эволюционировал, и, на мой взгляд, ну, большое, в этом, ну, большая заслуга в этом, твоей мамой и тебя, и, ну, все тебя знают, как, ну, выдающегося спортсмена, который добился, ну, там, величайших результатов в спорте, но, как мне кажется, это, может быть, даже не, это лично твоя, да, как бы, ну, заслуга, что ли, ну, такая, сугубо личная, да, но, помимо этого, ты внес во фридайвинг, ну, огромное значение тем, что создал школу Молчановс, ну, методику обучения фридайвингу Молчановс, которую я, вот, лично считаю лучшей в мире, то есть, ну, как бы, я знаю, что там есть, там, ну, другие, да, там, системы, я с ними знакомился, но это реально крутая, самая, ну, там, прогрессивная, ну, вовлекающая, как бы, студентов, а не просто для галочки, да, там, система, и это супер, вот, и, кроме этого, ты сделал бренд Молчановс со снаряжением, которое тоже считается одним из лучших в мире, и, ну, это вообще просто офигенно, ну, мне кажется, вот за эти 10 лет, ну, ты приложил реально такие усилия, которые дали результат в разных аспектах фридайвинга, и, ну, осознаешь ли ты, вот, ну, как бы, в этом плане, там, свое значение? Ну, мне очень приятно, спасибо, спасибо, и это изначально все развивалось очень органично, потому что была потребность и методики, и снаряжения, и в начале, мама, когда задала федерацию фридайвинга в 2005 году, началось развитие тренировочной такой базы и тренировки, будущих тренеров, инсталеров наших, которые стали открывать свою школу уже в России. Создавалась методика. Методика создавалась, и мама работала в университете, работала с учениками, писала научные работы, и, получается, я просто продолжаю развитие методики уже существующей дальше с международными лучшими эдукейтерами, которые занимаются образованием в области фридайвинга, и я сам, и, получается, просто я развиваю то, что мама изложила, ну, это фундамент. Дальше идет перевод на разные языки, дальнейшее развитие уже и самая платформа образовательная, как IT-платформа, и вокруг этого развивается компания. И это позволяет больше фридайверов увлекать, больше инструментов давать профессионалам, инстуторам, чтобы, как раз таки, обучать новичков, и чтобы спорт наш рост. Поэтому это просто то, что мне всегда и нравилось, я всегда им помогал с самого начала развития школы, когда мама прям учила много, потом уже сейчас просто круто, что получается у наших учеников много своих школ. До сих пор школа Наталья Молчанова есть, и она... Фокус большой этой школы на развитие, в том числе, тренеров, чтобы больше было тренеров и в России, и в мире в том числе. И, то есть, это такое... Одно из направлений моего фокуса работы. И снаряжение — это была просто необходимость, потому что, когда я начал заниматься фридайвингом, были там моноласты из красного плавания, например, жесткие. Были какие-то костюмы, в основном из кубы дайвинг для охоты. То есть все фридайверы ныряли в камуфляжных костюмах, и это все что было. То есть не было нормальных костюмов там ни в камуфлярных. Ну, постепенно, сначала с основных элементов — пласты, костюмы, потом уже аксессуары. Этот процесс развития снаряжения мне очень нравился, потому что у меня было инженерное образование. Я учился в университете на... У меня был инженер на больше в области софта, IT. Но все равно мне нравилось думать, придумывать, придумывать, да, как сделать лучше. И вот вокруг этого образовалась команда. Сейчас это уже команды инженеров и project-менеджеров и product-менеджеров, которые занимаются этим, занимаются логистикой. Мы открываем склады в разных местах, и вот эта всякая работа мне очень нравится. Потому что я вижу, что это мне самому приятно — создание таких вот... Ну, что ты сам придумал. Ты сам придумал, сам создал, да, и в этом, там, получается, ставить рекорды мира. То есть я сравниваю, вижу, что получается найти моменты, которые можно улучшить всегда, там, из года в год. Даже в том, что я сам придумываю. То есть если взять снаряжение, которое мы делаем сейчас или тоже делаем 10 лет назад, разница большая, существенная. Но без того все равно не было бы того, что сейчас. Поэтому этот процесс он классный, очень нравится, и вот я продолжаю. И это такая моя... То, что мне, наверное, после спорта, то есть спортивное личное достижение — это отдельная история, и там тоже вклад интересный получается сделать на уровне не только даже соревнований, на уровне работы с кинокомпанией, работая над документальным кино. Сейчас вот мы сделали очень круто документальное кино. В этом году, в 24-м, оно будет выходить. И вот, мне кажется, вот это тоже кино сделает очень большой вклад в развитие предайминга. Поэтому здесь есть и личные такие истории, и как спикера тоже тренируют навык спикера в твоем выступлении, и такая у меня задача на ТЭДе выступить в большом. То есть, есть такая и спикерство, и... Ну, как... Такой тоже... Томент подтверждался фридайвинга. Вот. И много я выступаю перед не-фридайвериумом, просто какие-то пропоративные истории. Вот. И вот на стике такого личного примера и развитие компании. Такая работа... Она, получается, как работа, плюс такой стиль жизни. Удовольствие. Да, плюс удовольствие, да. На самом деле, сложно представить, где бы мы сейчас были и чем сейчас занимались, если бы, да, там, в свое время твоя мама не решила заняться фридайвингом и не приобщила тебя к этому. Вот. То есть, мне кажется, в России вообще не было бы столько фридайверов. Это сто процентов. Ну, он был бы просто на другом уровне, да. То есть, отставал бы, может быть, со вставанием на 5-10 лет назад от того, что происходит сейчас в мире, допустим. Сейчас мы и по методике, и по снижению, и по всему мы лидирующая, получается, фридайверская страна. А так было бы по-другому. На самом деле, удивительно, да, как бы, ну, то, что, ну, Россия, фактически, ну, не самая теплая страна, да, опять же, возвращаясь к Байкалу. И вы, когда начинали заниматься, конечно, не рассматривали, ну, там, никакое Черное море для тренировок, потому что, ну, как бы, это сложно, неудобно, холодно, ну, и так далее. Куча ограничивающих факторов, но при всем при этом, как бы, Россия реально занимает, ну, такие лидирующие позиции во фридайвере. Ну, да, да. Тогда была очень удобная логистика с Красным морем. То есть, там рейсы были 4,5 часа, и все, на Красном море все было очень недорого. Прямые были очень недорого, и это очень помогало. Потому что я тогда, я, наверное, в год мог 5-7 раз летать, тренироваться на Красном море. И это, прям, сильно помогло мне вначале на таких этапах. Мы задавали такой вопрос Мариане, хочется задать и тебе его. Вот, по твоему мнению, для развития глубины, ну, такого среднего фридайвера, сколько ему надо, ну, в год уделять времени глубинным тренировкам? Это обязательно жить на море или какое-то количество раз выезжать там на какой-то срок? Вот как ты едешь? Ну, я бы сказал, что жить точно не обязательно, потому что, есть все равно этапы, периодизация, и лучше такие базовые этапы, когда нужно работать над техникой, работать над какими-то базовыми такими навыками, которые помогут нам в глубине, и над общей силой технику настраивать, и заниматься развитием легких, дыхательных мышц наших, и заниматься гибкостью. То есть, все вот эти вещи, которые, допустим, чувствуют, что ограничивают развитие глубины, над ними нужно поработать месяц, несколько месяцев вне глубины. Потом приезжать на глубину, от, даже если двух раз в год приезжать на глубину, то все равно из года в год будет хороший поград. То есть, заниматься в бассейне, развиваться в бассейне, приезжать пару раз в год на глубину. Насколько? Можно в год прибавлять, может быть, по 20 метров, например, в диапазоне. Ну, и зависит от того, насколько приезжать. Можно приехать на неделю, можно приехать на две недели, допустим. Но чем глубже погружение, тем больше нужно времени уделять, потому что первые недели, точнее, не первые недели, а первые поездки достаточно приезжать на неделю. То есть, чтобы нырнуть на 30 метров, можно приехать на неделю, на следующую поездку, на вторую неделю, там уже большинство людей нырять на 30. Потом, приехав еще на неделю, можно нырять уже на 40. Но дальше, после 40, уже 50, нужно приезжать побольше, на 10, на 2 недели. То есть, вот эти вот поездки не подавились от уровня, если хочется приблизиться к 100 метрам, там уже нужно, то выезды были такие по 2 недели, 2 недели плюс. По месяцу, на самом деле, я бы не сказал, что очень принципиально важно выезжать на месяц, но вот 2 недели с хорошей подготовкой в предварительном бассейне, с хорошими упражнениями, с пустыми легкими, упражнениями на выдохе, заранее растянуть диафрагму, приготовиться к глубине. Приехав на 2 недели, вполне можно добавить за каждый выезд к своему времени по 5-10 метров. Если так подумать, то есть, прогресс от 40 до 100 метров, то есть, мне пару лет, один год, два года, любой человек может постепенно прогрессировать, 50, 60, 70, 80. Те, кто хотят очень агрессивно прогрессировать, может быть, человек, который хочет выступать на соревнованиях. То есть, там, да, нужно побольше уже быть на море, может быть, по 3 недели за раз, и в году, может быть, не 2 раза по 3 недели, а уже 3-4 раза по 3 недели. Тогда уже будет, как раз, более такой интенсивный, и за год можно прибавить и 20, и 25 метров, и 30 метров. Как лучше, на твой взгляд? Ну, как бы, ну, можно вот здесь агрессивно? То есть, это нормально агрессивно прогрессировать, или, ну, лучше, как бы, так, придерживать коней? Тут зависит от того, насколько, допустим, хорошо получается прогрессировать бассейн. Если в бассейне хорошо результаты, и, то есть, хорошая база из плавания, хорошая база, в общем, из спорта, и есть потенциал, то его просто надо реализовывать. То есть, можно, некоторым людям это, для некоторых, это не очень агрессивное прогрессирование, это просто реализация потенциала. Для некоторых, чтобы наработать потенциал, потребуется больше времени, и так не получится прогрессировать агрессивно. Поэтому тут нет такого общего ответа. Вот для кого-то прогресс на 20-30 метров просто будет комфортный прогресс, потому что у них есть потенциал, они его наработали в бассейне, они ныряют в бассейне уже, там, 200 метров или 150-200, поэтому прогрессировать на море получится легче, Потому что есть уже устойчивость эпоксии, есть понимание техники хорошей и работа с глубиной это просто адаптация, легких адаптация, изучение продувки. У кого нет вот такого фундамента, то будет прогрессировать сложнее. Поэтому тут такой очень большой диапазон, надо смотреть на человека и понимать, как он готов. Ну вот смотри, как мне кажется, для того, чтобы спрогрессировать за две недели, увы, из двух недель, это фактически нужно без разныривания, просто уже сразу практически нырять примерно то, что ты уже нырял, чтобы как-то прибывать. Ну понятно, что немножко отступить, но тем не менее, ну то есть уже такие там 30-40 метров нырять не надо, если ты собираешься там 70 метров нырять или нет? 30-40 может быть первый день только. То есть первый день после приезда для аттанца можно принять 30-40, повисеть, задержку дыхания побольше сделать на глубине 15-20 метров, просто привыкнуть адаптироваться после перелета. Потом дальше уже можно добавлять уже, наверное, 45, там 55. То есть можно, если две недели выезд, можно к концу первой недели выйти уже на свой уровень и вторую неделю уже делать, там, добавлять метраж, отдыхать, добавлять и отдыхать. То есть, ну, спланировать две недели так, чтобы, там, как минимум, из них, там, половина поездки было уже нарушение результата и к этому быть готовым с точки зрения общей даже, общей физической формы. То есть приехать на море с лучшей техникой, с лучшей подготовкой общей физической, выносиваться, чтобы вот эти нырки там не сильно утомляли. То есть если не хватает выносливости общей, просто тренированности, то будет больше усталость. Если это есть, надо больше работать над общей выносливостью. Мы уже какие-то, включая тренировки, иногда кардио, то есть чтобы просто была общая состояние нашей системы, более готовая к нагрузке, восстановлению, чтобы мы за день успевали восстанавливаться. Те, кто чувствует, что восстановление медленно и нужно несколько дней на восстановление, то есть можно поработать в межсезонье на повышение общего носовости. Твои нырки в глубину, они, ну скажем так, сильно отличаются от большинства, ну такой какой-то, ну неспешностью, расслабленностью, большим дайвтаймом. То есть, ну например, если сравнивать, там, например, твой нырок Моноластер 136 метров и нырок Андрея на 134, мне кажется, там разница в дайвтайме, сейчас точно не помню, ну так вот, то что я помню, ну полминуты как будто бы. Вот у тебя четыре с половиной, а у него, ну три с половиной, ну примерно так. Ты, ну как бы, в чем смысл? Ты можешь себе это позволить или, ну, почему Андрей это быстро делает, а ты медленно? Наверное, у меня ощущение, да, именно, что я могу себе это позволить, то есть мне комфортно, смысла спешить нет, это никак не глядит результат, то есть на очки. Я так метраж, поэтому для себя я оптимальную скорость настраиваю, мне нравится с минимальными усилиями нырять. И по времени я могу, ну у меня есть возможность, задержка дыхания достаточно длинной, и я могу это в дополнительную минуту добавить. То есть, ну это часто видно, что на самом деле с, наверное, с таким, наверное, еще лучшим пониманием техники постепенно переходят фридайверы к такой более экономичной технике, более спокойной. То есть, надо требовать такого тонкого чувства техники, потому что вначале хочется все-таки быстрее. Втопить. Втопить, да. Я когда начинал, у меня также были нырки быстрые, когда я с 25 нырял, у меня нырки были 3.20, например. То есть, разница не такая большая, с 25-3.20, 36, ну да, это 11 метров, там, грубо говоря, это 20 секунд, даже меньше, как на ластия. То есть, если бы я с той же скоростью нырял, было бы 3.40. Ну, меньше, не 3.40, а там 4.30. Поэтому, в принципе, я мог бы, наверное, так же быстрее нырять. У меня комфортнее. Или это, ну, некая защита, ну, в том числе, там, не знаю, вот как у Андрея было, да, там, ДКБ. Ну, в том числе, это и, по ощущению, в общем, это и комфортно для легких, да, то есть, медленнее немножко может быть падение. Я могу быстрее падать, но достаточно комфортное падение, я там, я не без грузов ныряю. И, потому что без грузов ныряю, я медленнее падаю, я могу с меньшим усилением спалывать вверх, и, получается, у меня, в общем, баланс, я меньше вырабатываю СО2, меньше желания дышать, меньше сокращение диафрагмы, меньше, это уже нагрузка на легкие и потенциальный риск, там, травмы легких. Ну, хорошо, пожелай что-нибудь нам всем, фридайверам, которые тоже хотят нырять за сто. За сто – это хорошая цель, такая прям достойная. Ну, и сейчас интересный момент такого развития фридайвера, что методика и продувки, и подготовки легких, она уже позволяет. И внимание к технике уже сформировалось. Если раньше фридайверы когда погружались, там меньше было внимания на технику, больше на продувку, сейчас уже понимание есть, в общем, что нужно и технике заниматься, нужно заниматься и продувкой, и развитием легких. Ну, на легкие особо было внимание на мастер-классе, на развитие дыхательных мышц. То есть, мне кажется, это сейчас нужно подтянуть немножко, тем, кто хочет нырять за сто. То есть, больше внимания на развитие дыхательных мышц, на понимание чувствительности легких, вот, и оттуда уже будет лучше контроль продувки, в том числе. Поэтому работа над таким фундаментом, да, дыхательные упражнения, техника, и если это будет работа, то есть, все, кто хотят нырять за сто, там получат результат, с удовольствием. А что самое главное в продувке? Ведь, ну, большинство фридайеров именно, ну, как бы, тормозит это. Они, ну, в какой-то момент не могут продуваться. Тут надо разбираться. Действительно, это продувка, потому что это, может быть, и просто какая-то общая скованность, напряжение из глубины, какой-то страх. То есть, это, может быть, как такая иллюзия, что это продувка, но, на самом деле, это не продувка. То есть, может быть, это просто вот неумение расслабиться на глубине, неумение на глубине даже в 20-30 метров правильно набрать mouse fill, но это, может быть, не из-за того, что это не только с техник продувки, а просто с общим тонусом дыхательных мышц, с общим напряжением. Поэтому продувка, она тесно связана с умением расслабиться. Поэтому расслабление в общем, контроль дыхательных мышц, он поможет продувке. Сама техника продувки, естественно, важна. То есть, надо ее изучать и делать упражнения с насадовыми, но, в том числе, и заниматься легкими. Ты знаешь, мне вот в последнее время возникает такое ощущение, ну, мысль такая возникает, то, что в продувке все-таки важнее не столько делать какие-то упражнения, сколько чувствовать органы компенсации давления. Ну, развитие вот этого чувствования – очень важная задача. Да, согласен. Тут это достигается через упражнения. То есть, то же самое, что и с легкими. Если делать упражнения, мы повышаем чувствительность. Потому что можно все там довести до автоматизма, но, как мне кажется, когда ныряешь, ну, всегда что-то может пойти не так. И тебе нужно уметь из этой ситуации выйти. А для этого ты должен, ну, как бы, вот за эти все рычаги уметь управлять. Залипло небо открыть, не открыть голосовую щель, там, язык прилип, ну, его отлепить, ну, и так далее. Ну, это уже следствие ошибок, там, если залив на небо или что-то случилось, это уже значит, что несовременно было до набора, например, да, или какие-то вещи были сделаны, уже была какая-то ошибка. То есть, да, исправить ошибки нужно, но лучше делать так, чтобы они не возникали даже, вот, чтобы не нужно было исправлять. Тут напряжение нужно действовать, продувки, то есть, если заранее подготавливаются продувки, то ничего не будет длипать. Да. И как это будет? Это тема уже отдельного урока. Да. Ну, спасибо большое, еще раз тебя поздравляем с новым рекордом. Спасибо. 90 метров, это круто. Будем дальше двигать подлёдные рекорды. Байкал тут нам один день показал, кто хозяин. С погодой. Последние были шикарные условия. Классные. Солнце, да. Солнце и без ветра, это вообще идеально. Да. Ладно. Спасибо. Спасибо. Ныряйте, друзья, с удовольствием. Да? Самое главное, да. Да. Все. Спасибо.